Знаете, какую фразу я не говорил более года? Думаю, Олды меня сейчас поймут. А вы знаете, как выглядит счастье? Нет? Тогда я вам покажу, что значит счастье. На щеках слезы я видел это в свои грезах. Хейчваки с меня, Никатолня, и сегодня у нас анбоксинг 29-й, в котором я решила немножко вернуться к старым традициям, вот с этой легендарной, в кавычках, наверное, фразой, про счастье, про свергоны и прочее-прочее-прочее, которое я начал произносить в 2016-м году. А вы знаете, как выглядит счастье? Нет? Тогда я вам покажу, что значит счастье. И закончил где-то в 2017-м или в 2018-м, не помню особо. Но, думаю, мы можем к ней заново вернуться. Неважно, это пакетик, это я, мы идем скрываться. Точнее, пакетик будет скрываться, но не я. Зачем мне это? В общем, не будем тянуть кота за одно место и поехали. Мам, дорогая, ребята, это просто кайф. Реально, я так визжу с него, потому что он выглядит потрясно. Для А3Дшки я имею ввиду. Ну, правда, сейчас мы с вами все разберем, я расскажу все, что я о нем думаю, но после прошлой посылки это как бальзам на душу. Ну, не важно, что к этим, к тем, точнее, к этим я уже привык, но все равно он просто супер. Я очень рад, что наконец-то 3Дшка этого кота появилась, потому что настоящего меня жаба душит купить, а вот это, это просто... Все, давайте, поехали к плюсам и минусам. Ребята, он, конечно, супер, но не без минусов. Во-первых, это вот эти полосы, которые портят весь градиент просто. Они меня раздражают. Я не знаю, как их убрать. Конечно, я постараюсь либо отмыть, либо как-нибудь подобрать цвет и закрасить. Я постараюсь, ну, потому что реально это раздражает очень сильно, очень сильно портит саму фигурку. Затем я заметил то, что его вот эта лапа, вот эта, она просто убилась. Хотя, вот я сейчас смотрю сверху, у меня нет возможности посмотреть в монитор камеры нормально, у меня там все отсвечивает. Вроде смотрится неплохо, но вот когда смотришь снизу, ее будто бы расплющило реально. Из плюсов могу отметить шарнир. Он, конечно, шумит, но это не важно. Он легкий, хороший, на 360 спокойно не вертится. То есть педы можно спокойно вот так вот покрутить вокруг своей оси. Также плюсом являются его градиенты. Они не выглядят так, будто бы просто взяли баллончик с краской и пробрызгали. Они выглядят очень хорошо, очень плавно, мне это нравится. Просто есть минус такой у 3D-шек, что переходы выглядят ублюдской, как бы не очень плавно. Но тут все замечательно. Еще одним плюсом является его голова. Она не сплющена, она выглядит как настоящая, и это просто супер. Это реально за это плюс, потому что, ну, как бы, пед сам не выглядит каким-то ублюдским. Вот, вот просто, да, у меня слов нету ни хера, просто. Ой, я просто счастлива. Ну все, что-то еще ты от меня хочешь, я все сказал, пойду спать, хули. В общем, этому коту я ставлю 10 тянек из 10, он прекрасный, все. Этот кот мне обошелся в 300 рублей. Насколько я знаю, это пока что новая 3D-шка, она вроде как недавно появилась, хотя, возможно, я дурень, который увидел это в последний момент. Но, насколько я знаю, повторюсь, новые 3D-шки, они стоят где-то 500 рублей, 600 рублей. И постепенно у них цена снижается, конечно, но он просто душка. И на этом я буду заканчивать. Если что, то ссылка на этого котея будет в описании. Ну, если здесь впервые, можете подписаться на мой канал, поставить лайк, позади друзей, а с вами был Аня Кадалня, этот прекрасный котик. И всем удачи, и всем пока! Ну и по традиции, если вы хотите меня очень сильно порадовать, то заказывайте камишки, которые никто не берет. Возможно, потому что никто не досматривает до этого момента. Напиши в комментарии, если ты досмотрел до конца, пожалуйста. В общем, все ссылки в описании, в закрепленном комментарии, в группе ВК, и я буду очень рад. Все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok